Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Наступило время поговорить о клематисах. Наступило по двум причинам. Потому что у кого их нет, то есть немножко времени в запасе, чтобы подготовиться, сосредоточиться и определиться с выбором. Потому что, согласно биологическим особенностям, примерно с середины августа до середины сентября наступает второй активный рост корней клематисов. И в эту пору очень хорошо их пересаживать. Они замечательно приживаются и уходят в зиму подготовленные. И особо хочу отметить те виды и сорта, которые цветут рано весной. Их также следует сажать в этот период. И вторая причина. Те, у которых уже есть клематисы, то наступила пора их активного черенкования. Какие-то сорта и виды летнего цветения начали ботанизировать, а какие-то уже вступили в фазу цветения. Поэтому остановимся на этих двух моментах. Выбор клематисов очень большой. Потому что за последние особенно 100 лет выведено очень много сортов на основе видов. На основе их междедовой гибридизации. И у клематисов различные жизненные формы. Это могут быть как прямостоячие кустарники, полукустарники, вьющиеся лианы, которые цепляются, обкручивают стволики или опоры какие-то. Также они отличаются временем цветения. Это могут быть как рано цветущие весной. И клематисы, которые цветут в летний период. Начиная с конца июня и так далее. Некоторые клематисы имеют две фазы цветения. То есть повторное цветение наступает в августе месяце. Поэтому, когда вы определяетесь с выбором клематиса, то обращайте внимание также не только на картинку, как он красиво выглядит. Потому что и по окраске цветков большое разнообразие. По махровости, по форме цветка, по размеру цветка. Есть мелкоцветковые, крупноцветковые, махровые, полумахровые. Очень-очень махровые, которые меняют окраску в течение распуска цветка. И также вы должны учитывать свои возможности. Вашу зону, где вы живете. Потому что от того, готовы вы ухаживать за каким-то особенным клематисом из другого региона. Здесь я имею в виду, что играет роль не то, какого питомника материал. А видовое происхождение материала. Потому что, например, клематисы, которые имеют биологию южного происхождения, попав в умеренный пояс, они будут немножко сдвигать цветение. Потому что в южном регионе день составляет порядка 12 часов, а в умеренном поясе 18 часов. И поэтому цветение будет несколько сдвигаться. Ну и другие особенности. Независимо от происхождения видового, клематисы могут по-разному относиться к свету, к влаге. Могут иметь различную зимостойкость. Поэтому все это необходимо учитывать. Но независимо от происхождения, все клематисы будут реагировать на свет, тепло и влагу. Так, допустим, влага, которая весной для всех клематисов будет очень большим благом. Надо следить за тем, чтобы корневая система была достаточно увлажненной. То зимой, если вы неправильно посадите, эта влага, которая будет, например, стекать с крыши или застаиваться в каком-то месте, она будет играть уже злую роль. Обращайте внимание также, когда вы приобретете и будете высаживать свои клематисы, местоположение. Для большинства клематисов местоположение должно быть солнечным. Особенно это касается клематисов, которые, сорта и виды, которые цветут летом. Если вы проживаете в умеренной зоне, то местоположение также должно быть солнечным. И если вы проживаете и высаживаете клематисы в южном регионе, то вы должны обеспечить в нижней части притеночку вашему клематису, потому что клематисы не любят перегрева корневой системы, несмотря на то, что некоторые из них все-таки южного происхождения. Итак, вы приобретаете клематис, и следует, конечно, обратить внимание, когда вы держите в руках растения в горшочке, что побеги должны быть хорошо развиты. Сильно не переживайте, если побеги длинные, и какая-то часть их отломалась. Вы их при посадке все равно укорачиваете. В любом случае, даже если они не отломались, не старайтесь их сохранять и направлять на какую-то опору. Также обращайте внимание на корневую систему. Хорошо, если упаковочный материал прозрачный и видно, в каком она состоянии. В любом случае, несмотря на то, что клематисы отличаются корневой системой, так, допустим, виды и некоторые сорта имеют как мочковатую, так и стержневую систему, а уже гибриды, у них не бывает такого разделения, и там будет смешанная корневая система с такими противидными корнями. Поэтому обращайте внимание на то, чтобы они были здоровы. Если вы распаковали и увидели, что там присутствуют какие-то недочеты, то значит, все это смело обрезайте. Можете замочить в каком-нибудь обеззараживающем растворе, либо в окосиле, то есть немножко их простимулировать и обеззаразить. Какое место выбрать вашему клематису? Кроме того, что оно должно быть солнечное, обращайте еще внимание на то, например, вы высаживаете у стены здания. Не следует вашу опору или шпалеру прикладывать прямо к стене здания, потому что не будет проветривания, и это будет очень плохо влиять на растения. От стены здания необходимо отступить на 60 сантиметров, как минимум. Если рядом какие-то другие растения, например, кустарники, то от них должно быть расстояние порядка метра, метр два. А если это деревья, то это уже 2-5 метров, чтобы корневая система других растений не мешала развитию клематиса. Если вы планируете высаживать картофель на вашем участке, то ни в коем случае не сажайте его рядом с клематисом, потому что картофель часто грешит тем, что на него нападает нематода. А клематис также очень подвержен воздействию вот этого вредителя. Поэтому обращайте и на это внимание. То, что касается плодородия почвы, то почва для клематиса необходима богатая гумусом. Поэтому в первую очередь, если вы уже хорошо спланировали место и определились с ним, то помните о том, что на одном месте клематис при соблюдении агротехнических всех приемов, ему там должно быть хорошо, клематис может расти порядка 20-30 лет. Отмечены в литературе случаи, даже и 100 лет на одном месте растут клематисы. Поэтому это не просто маленькая ямка в соответствии с теми корнями, которые в горшочке приобретенном. Это должна быть яма, если на легких почвах это порядка 70 см, как в диаметре, так и в глубину. А если на тяжелых почвах, то 50-50-50, если это квадратное сечение. Такая яма. Заправляем эту яму два ведра перепревшего навоза или компоста. Сверху покрываем 10-сантиметровым слоем любого плодородного грунта. Это для того, чтобы корни не обожглись, молодые корни, которые будут расти, не обожглись в этот такой субстрат унавоженный. Затем мы готовим еще одну смесь. Здесь мы уже смешиваем в соотношении 2-2-2 две части торфа, две части перегноя или дерновой земли и одна часть песка. Добавляем туда стакан золы, стакан извести, либо какого-то известкового удобрения и грамм 50-100 в зависимости от состояния почвы любого комплексного удобрения. Проливаем и только после этого мы сажаем наш приобретенный клемматис на такое постоянное плодородное место. И тогда, я думаю, с вашим клемматисом все будет хорошо. Глубина посадки какая? Клематисы, особенно гибридные, следует сажать так, чтобы корневая шейка была на сантиметров 5 ниже уровня почвы. К тому же, особенно гибридные клемматисы, они относятся к не очень устойчивым, к высоким морозам, поэтому их следует немножко окучивать. Весной вы проведете легкое разокучивание. Ну, это вот то, что касается приобретения клемматисов. А теперь мы с вами поговорим о черенковании. Черенкование, как я уже говорила, наступает тогда, когда клемматисы ботанизируют либо вступают в фазу начала цветения. И в эту пору необходимо брать черенки, но с тех растений, которым не меньше двух, лучше трех-четырех лет, для того, чтобы не ослаблять наш кустик. Черенок выбираем полуодревесневший. Давайте посмотрим, как мы это будем с вами делать. Для того, чтобы укоренять клемматисы, можно воспользоваться любыми приемами. Укоренять черенки. Можно их укоренять в специальной тепличке. Можно укоренять в пленочном тоннеле. Можно непосредственно в горшке. Если мы применяем для этого горшок, я специально взяла высокий горшок, для того, чтобы показать, сколько у нас будет здесь грунта и сколько будет песочка, потому что замечено, что калюс в месте укоренения лучше всего формируется в песке либо в смеси песка с перлитом. А уже формирование и рост корней лучше всего происходит в смеси либо торфа с песком, либо смеси питательного грунта с песком. Здесь вот у меня перемешан уже грунт с песком. Достаточно плодородный. Я его немножко уплотняю. И если эта емкость такая, либо это может быть какой-то специальный ящик для черенкования, либо отведенное место в теплице для черенкования, то в любом случае 5-8 сантиметров должно быть песка и 10-15 сантиметров, можно даже и 18 сантиметров, должно быть смеси торфа с песком либо песка с каким-то плодородным грунтом. Грунт я насыпала. И сейчас я сюда насыпаю песок. Насыпали песочек. Иногда для того, чтобы укоренять, достаточно и меньшего горшочка. Тогда сюда вот примерно в горшок такого диаметра, сантиметров 15-20, можно посадить 4 черенка и вкопать в землю. Сверху сделать укрытие. Либо пластиковая коробка, либо полиэтилен сделать на опорах такое укрытие. Конечно, в таких горшочках должен присутствовать дренаж. Какой он будет, это ваш выбор. Здесь у меня керамзит. Естественно, мы проливаем. Если вы не уверены в вашем субстрате, его можно проколить, протравить. И приступаем к черенкованию. Пусть он пока пропитывается. Значит, черенок мы взяли. Черенок мы берем полуодревесневающий. Что это значит? Это значит, что когда мы его сгибаем, видите, какой он эластичный, он не должен ломаться. Если черенок уже одревеснел, то он сам вам подскажет о том, что брать с этого места нельзя. Он будет крохким и надламываться. Делаем срез под узлом сантиметров 5-6. Один лист мы удаляем. Если лист окажется очень крупным, у некоторых сортов очень крупные листья, такие развесистые, то можно наполовину или на одну треть листовую пластинку такую рассеченную укоротить. Сверху над узлом мы делаем прямой срез практически на пенек. Вот у нас готовый черенок. С одного побега мы можем сделать столько черенков, сколько он нам позволяет. Как правило, это может быть 3-4-5 черенков. Самую верхушку брать не следует, потому что она не одревесневшая, травянистая, и с нее очень будет низкий процент укоренения. Если кто-то, ну, такой вот уже специалист в области прививок, то его можно использовать в верхнюю мягкую часть для прививки. Но это уже для настоящих профессионалов. Если вы заготавливаете очень много черенков, то их следует помещать в водичку. То есть они не должны быть разбросаны у вас, вокруг вас. Мы их помещаем в воду для того, чтобы они ни в коем случае не потеряли тургор. Все клематисы, они все-таки требуют обработки какими-то стимуляторами роста. Можно замачивать в растворе, например, гетероуксина, гуматов различных. Тогда мы помещаем, делаем свежий раствор, который мы не храним, и помещаем череночки в раствор таким образом. Можно связать пучок, подвязать сверху листья, чтобы раствор стимуляторов не попадал на листья. Но в нашем случае я буду опудривать специальным укоренителем, который содержит в себе комплекс различных гуматов и гетероуксина. Опудрили, опудрили. И после этого мы помещаем наш горшочек. Помещаем наш узел на 2-5 мм глубже уровня песочка. Опудрили. И сюда его заглубили. В процессе укоренения необходимо следить за тем, чтобы постоянно субстрат был влажным. Но это не значит, что он должен быть переувлажненным. 2-3 раза в неделю увлажнить его будет достаточно. Сверху укрываем. Укрываем тем, что у вас есть под руками. Если это производственные теплицы, то там создается влажный туман. Постоянно они должны находиться в повышенной влажности. Укоренение происходит через 50-60 дней. То есть не так уж и быстро. И поэтому в течение первого месяца необходимо периодически проветривать наш мини-парничок. И, возможно, даже и опрыскивать. Затем, когда спустя месяц, мы уже можем открывать на час, для того, чтобы все-таки газообмен происходил более полноценно. Затем рассаживаем в горшки, у которых также высота должна быть достаточно высокой. Сантиметров 15-20. С таким расчетом, чтобы мы их дорастили. И уже весной следующего, либо по следующего года, мы их посадили на постоянное место. То есть то, что мы пересадим после того, как они укоренятся, мы должны обеспечить им достаточную площадь питания. Как я уже говорила, корни у многих видов стержневые, либо смешанного типа. Но они все достаточно развитые. Им должно быть достаточно высоты горшка, чтобы они там хорошо развивались и могли активно пользоваться влагой и питательными веществами, которые будут находиться в нашем субстрате. Субстрат, в который мы будем пересаживать, должен быть снова же воздухопроницаемым, рыхлым, с содержанием торфа, песка, гумуса в виде либо компоста, либо перепревшего навоза. Есть еще один способ черенкования, который также можно проводить в июне, либо в июле месяце. Это прикапывание. Это старый способ. Он тоже понятный, ну и приятный, легко доступный, не требует каких-то специальных приспособлений. Можно это производить непосредственно в грунте. Для этого снова же мы выбираем куст, который не моложе трех лет. Вот я здесь уже освободила такой замечательный побег. Прокапываем канавку. Такой способ можно применять как в летний период, так и ближе к осени. Если осенью, то высота нашей, глубина нашей канавки будет составлять 8-10 сантиметров. Это примерно будет, ну вот столько. Если это весенний прикоп, то достаточно будет 4-5 сантиметров. Это столько. Значит, мы прокапываем канавку. Если есть сорняки, естественно, мы их убираем. Конечно же, проливаем. Хорошо увлажняем. И укладываем наш побег в эту канавку. Присыпаем. Листья, конечно, должны находиться снаружи. Присыпаем. Так, нам не нужен. Присыпаем. Самый верх, который не древесневший, мы оставляем на поверхности и подвязываем его к колышку. Чтобы он не лежал на почве, чтобы его не прибивало дождями и не было заболеваний и загнивания. Впоследствии. вот таким образом. Еще раз проливаем. Для того, чтобы произошло черенкование, не черенкование, а приживаемость, необходимо, чтобы влага постоянно находилась в почве. В дальнейшем, где земля просохла, надо еще хорошенько пролить. В дальнейшем мы будем видеть, что наши междоузлия в местах междоузлий тронуться в рост. И состояние побега, который мы оставили на поверхности, будет хорошее. Значит, все у нас идет так, как мы задумали. На зиму мы немножко наши будущие черенки мы их окучим на зиму. Еще требуется влага. В летний период и до осени поддерживаем влагу. Для того, чтобы сохранялась влага, мы можем обложить либо травой, либо присыпать сухим торфом, чтобы там сохранялась влага и находилась наша плеть постоянно в состоянии увлажнения. Весной следующего года мы немножко разокучим, чтобы было легче дышать. И уже летом мы сможем отделить. Мы будем видеть отсюда молодые проростки. Но разделенные черенки мы еще не будем высаживать на постоянное место. Мы их посадим на доращивание. И уже весной последующего года мы их сможем полноценно посадить на новое место. Это то, что касается такого, мне кажется, простого и доступного метода, не требующего специальных приспособлений, помещений. И очень успешно происходит черенкование в различных регионах таким образом. про подкормки я надеюсь и подготовку к зиме мы поговорим с вами в следующий раз, потому что это тоже очень такая большая и интересная тема. Успехов вам! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч! До новых встреч!